Ускоряем заживление ран у животных Космическая пыль – загадка человечества Как смартфоны вредят сетчатке глаза Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Игорь Озеров. Еще в ноябре в рамках участия в выставке China Education Expo ректор КФУ и другие члены делегации встретились с рядом китайских инвесторов и партнеров чтобы обсудить вопросы взаимодействия в научно-образовательной сфере В ходе встречи между Казанским университетом и Гуанчжонским институтом науки и технологий был подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на укрепление контактов между УЗами И уже 23 января в КФУ прибыла делегация Гуанчжонского института науки и технологий В ее состав вошли преподаватели, декан и заведующие кафедрами интеллектуального производства и электрической инженерии и гражданской инженерии Стажировка началась с ознакомления гостей с истории Казанского университета а именно с посещения музея истории КФУ Также будут проведены экскурсии по зданиям институтов, лабораториям и другим значимым местам нашего обуза Гуанчжоу город развитый, это молодой университет Он недавно был основан, но университет очень динамично развивается И в составе группы находятся преподаватели кафедры интеллектуального производства и электрической инженерии И это все молодые преподаватели Группу возглавляет заведующий кафедрой, декан факультета Стажировка проходит в институте искусственного интеллекта Казанского федерального университета И посвящена вопросам проектного менеджмента и инженерии Сегодня наши гости знакомятся с университетом, с его историей, с известными учеными, которые работали в университете С детства почти каждый второй слышал о препаратах от головной боли, температуры, жара или аллергии Но если фармацевтический рынок медикаментов для людей очень обширен и развит, то в ветеринарной практике ситуация немного другая Научно-исследовательская группа Казанского федерального университета создала покрытие на рану с антибактериальным, антимикотическим и ранозаживляющим действием Подробности о важности и актуальности изобретения узнавала наш корреспондент Кристина Отекина Разработка научно-исследовательской группы предназначена для домашних и сельскохозяйственных животных Она была запатентована еще в декабре 2023 года Уникальность в том, что покрытие на рану обладает не только ранозаживляющим, как уже существующие варианты Но и антимикробным и противогрибковым действием Такой результат был получен за счет введения химиками синтезированного антимикробного агента Который убивает вредные для организма патогены Или полностью останавливает их рост, создавая неблагоприятную среду для размножения бактерий Наше покрытие на рану может быть применено для открытых ран То есть его новизна заключается в том, что помимо самой вот этой губки метуракола, в которой уже включен в состав метилурацил Который эффективен для заживления ран Мы добавляем наш антимикробный компонент То есть понятное дело, что есть открытая рана Туда однозначно попадает инфекция бактериальная, либо грибковая И вот этот наш компонент помогает с ней справиться Ну над проектом, как правило, мы работаем в течение всего учебного года То есть конкретно этот проект мы разрабатывали примерно год-полтора То есть от идеи и до реализации, до написания патента примерно такой промежуток времени Покрытие на рану может быть использовано как при лечении небольших травм, так и в хирургической практике Принцип работы таков Активное вещество вводится в коллагеновую трубку, предназначенную для покрытия ран Которая содержит в своем составе лекарственное средство Ускоряющий процесс регенерации клеточной ткани Синтезированный комплекс широкого спектра действия уничтожает грибки, грамм положительные и грамм отрицательные бактерии Что позволяет существенно сократить сроки заживления ран у животных Интерес именно нашего изобретения заключается в том, что мы синтезировали, разработали собственную композицию активных веществ Которая на данный момент не принимается в каких-либо лекарственных препаратах, либо покрытии на ранах Дело в том, что к известным как антибиотикам, так и дезинфицирующим средствам, антисептикам У микробов, у бактерий, в частности, может выработаться устойчивость, то есть резистентность В связи с этим научное сообщество всегда должно разрабатывать новые соединения, проверять их активность И внедрать уже новые соединения, для которых у бактерий нет резистентности При этом запатентованное покрытие на рану не содержит известные антибактериальные препараты Это важно, поскольку многие бактерии устойчивы к распространенным антибиотикам Возможно, конкретное изобретение тоже однажды дойдет до конечного потребителя Но здесь важно отметить, что это требует огромное количество как инвестиций, так и времени, банально, затрат Поэтому, может быть, хотя бы для ветеринарии мы это и увидим Обязательно нужны дополнительные проверки То есть сейчас там были привезены исследования на крысах Поэтому, понятное дело, если мы хотим ветеринарии его использовать Нужно расширить число и виды животных для дальнейших исследований В дальнейшем научно-исследовательская группа планирует расширять линейку соединений Которые обладают антимикробной активностью И разрабатывать новые фармацевтические композиции А изобретенному покрытию еще предстоит пройти дополнительные испытания До появления в ветеринарных клиниках и зоомагазинах Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универ Новости Космос остается неизведанным пространством со дня сотворения нашей Вселенной Он полон тайн и загадок, которые еще необходимо раскрыть Одно из таких является наличие в вакууме и, на первый взгляд, безжизненной пустоте пыли Чего происхождение вызывает вопросы у следователей О том, что такое космическая пыль и откуда она взялась, расскажет наш корреспондент Космическая пыль — это общее название для мельчайших космических твердых чувств Часть пыли межзвездная, она перемешана с газом, заполняющим галактику в пространстве между звездами Кроме нее есть межпланетная пыль Это пыль в нашей Солнечной системе, которая получается в результате Столкновения астероидов, комет и других небесных тел Пыль появилась во Вселенной при взрывах первых звезд Пронаблюдать их пока не удалось, но теоретические расчеты показывают Что они образовались, когда Вселенной было несколько сотен миллионов лет То есть больше 13 миллиардов лет назад В ходе термоядерных реакций в массивных звездах Легкие химические элементы, водород и гелий сгорают и превращаются в более тяжелые Например, кремний, железо, кислород, углерод Массивные звезды очень быстро сжигают все свое горючее И когда топливо заканчивается, реакции в ядре прекращаются Тогда гравитация оказывается сильнее внутреннего давления И происходит резкое сжатие ядра и сброс оболочки звезды В результате него в межзвездное пространство выбрасываются новые компоненты Новые тяжелые элементы и космическая пыль Что же такое так называемая космическая пыль? На самом деле космическая пыль и газ в космосе Это все межзвездная материя И вот если меня спросят по большому счету Откуда мы взялись и вообще из чего мы все сделаны И вообще наш земной шар сделан, Солнце И все объекты, которые мы видим Это и есть как раз межзвездное вещество Пыль и газ Поначалу ученые действительно считали звездную пыль помехой в исследованиях звезд Ведь она заставляла горячую звезду выглядеть менее холодной После они обнаружили, что пыль играет важную роль В формировании новых звезд, планетных систем вокруг и даже молекул Например, на ее поверхности образуется вода Первые теории формирования планет и звезд Были сформулированы более 200 лет назад Но существенное развитие эта тема получила лишь во второй половине 20 века Пыль и формирование звезд связали, когда измерили и химический состав А также определили природу и состав самой пыли Ученые выяснили, что за исключением водорода и гелия Эти составы очень похожи Однако детально описать процесс образования звезд и планет только предстоит То, конечно, есть некие такие облака, которые являются неким таким вот, ну, скажем так, стенкой, лучше сказать Для исследования глубин Вселенной Но все равно мы проникли только на 30 мегапарсек в глубь Вселенной По той простой причине, что просто у нас средств увидеть дальше не существует Для наблюдения космической пыли необходимо сочетание длины волны и чувствительности телескопа Один из инструментов телескопа Джеймс Уэбб как раз может вести наблюдение в среднем и длинном инфракрасном диапазонах волн Это значит, что он может видеть очень холодные объекты, излучающие очень мало тепла Другой способ обнаружить пыль — наблюдать поглощение света Пылевые частицы хорошо поглощают свет далеких звезд и делают его более красным Поэтому пыль можно изучать, например, сравнивая близкие звезды с их более далекими аналогами Свет которых прошел через заполненное пылью межзвездное пространство Космическую пыль можно обнаружить не только в далеких галактиках и в нашей Но и в околосолнечном пространстве В отличие от, например, метеоритов и астероидов, она достигает поверхности Земли Ее частицы настолько легкие и мелкие, что почти не нагреваются при входе в атмосферу А значит, остаются в сохранности Например, недавно российские ученые нашли ее в снегах Антарктиды Это первое, что образовалось вещество при возникновении Вселенной То есть из элементарных частиц, которые были в самом начале И сейчас вот как раз коллайдеры для чего строят? Для того, чтобы определить первую материю, скажем, все-таки самую мелкую частицу Но потом, в процессе эволюции, через миллион лет после Большого взрыва Образовались пыль и газ Они стали сжиматься под действием гравитации И образовались в итоге те небесные тела, которые мы с вами наблюдаем Множество вопросов вызывает процесс превращения пыли в планеты В частности, все еще не ясно, как именно ей удается вырасти От размера в несколько миллиметров до километровых планеты Земалей Космических тел, образованных в звездной туманности В процессе конденсации пыли и газа Проведение подобных исследований поможет ученым получить больше информации о Вселенной И продвинуться в своих грандиозных планах по изучению космического пространства Елизавета Газизянова, Николай Асуховский, Универ Новости Смартфоны, компьютеры, ноутбуки, умные часы и телевизоры сопровождают нас буквально везде Мы уже не замечаем, когда в последний раз отдыхали от гаджетов Но даже если они стали неотъемлемой частью нашей жизни Так ли эта часть полезна для нас и нашего организма? И почему мы так зависимы от нее? Узнаем в следующем сюжете Наши цифровые помощники, смартфоны, планшеты и компьютеры Уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни И с каждым днем они все больше погружают нас в дополнительную реальность Люди обращаются к экранам своих устройств по разным причинам Работа, учеба и досуг Умные помощники незаменимы, но вместе с небывалыми возможностями Они приносят немало побочек Нарушение общения и внимания, депрессию и тревожность Проблемы со сном и работоспособностью и плохую осанку И даже если у нас достаточно поводов отложить смартфон Делаем мы это все реже Гигантская часть планеты Вместо того, чтобы ходить по миру, смотреть на Солнце Формировать так называемое реальное сознание Формирует в себе виртуальное сознание То есть уже все, сознание становится все больше виртуальным Понимаете? Ценности формируются часто не на основе того, что человек видел в мире А на основе того, что сформировал, увидел в мониторе И неврозы, страдания сейчас больше всего Энергия уходит на туфту, которая воспринимается через экран Энергия должна уходить на реальность Современные цифровые продукты намеренно ломают механизмы нашей саморегуляции На это влияет и система подкрепления, которая работает на дофамине, вызывающем эйфорию Допустим, лайки и комментарии Мы стремимся угодить онлайн-племени и тревожимся, когда это не удается Легко найти, но сложно потерять От гаджета трудно сбежать, потому что это очень удобный инструмент общения Позволяющий дружбе и любви преодолевать все расстояния Благодаря им люди могут всегда поддерживать связь и не теряться Именно потеря связи с близкими большинство оправдывает свой страх остаться без телефона Это глобальная проблема, связанная с тем, что низко падает эмоционально-волевая сфера людей Механизм возникновения ценности и радости, как награда за преодоление уменьшается И в результате депрессивность планеты растет Потому что радости и ценности должны возникать, как награды за преодоление в реальном мире А человек этот механизм не включает И все реже и реже включается Депрессия и мир будут расти Когда мы начали активно пользоваться соцсетями, разговоры переехали в чат Общение стало письменным Появился определенный этикет цифрового общения К примеру, если ты просмотрел сообщение, нужно на него ответить Но и этого можно избежать, оставив его непрочитанным Это удобно, когда нет времени или когда не до конца уверен в своем ответе Некоторые, кстати говоря, понимают, что они, погружаясь в эти миры, начинают страдать Начинают болеть Что у них эмоциональная волевая сфера падает Есть такие дети, которые просто уже себя ведут, я бы сказал, психопатологически И их надо уже оттаскивать от мониторов И некоторые люди просто начинают осознавать это и убирать этот фактор из жизни И возвращаются в реальность Несмотря на то, что сейчас почти невозможно представить нашу жизнь без использования гаджетов В зависимости от них становятся серьезные проблемы, которые имеют ряд негативных последствий Поэтому важно находить баланс в использовании технологий, чтобы они не контролировали нашу жизнь А служили повышению ее качества Карина Саяхова, Кристина Цёкина, Николай Суховский, Универ Новости 13 января в Казани стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев «Елки-палки» Организованная командой проекта «Чистые игры Татарстан» совместно с мэрией Казани и региональным оператором Акция проводится в целях снижения экологической нагрузки на окружающую среду Благодаря экологической инициативе хвойные деревья не попадут на полигон твердых коммунальных отходов, а получат вторую жизнь Для реализации проекта в десятках локаций Казани открыли 23 пункта сбора хвойных деревьев Один из пунктов, расположенный в жилом комплексе «Артити» 23 января, посетил Искандер Гениатулин Заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты Совместно с волонтерами экологического проекта «Чистые игры Татарстан» он ознакомился с ходом акций и отметил важность подобных проектов На этом все, в студии был Игорь Озеров Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok